Блокадами у нас теперь принято решать любые проблемы. Сегодня на протест вышли водители в Черкасской области. Это едва не закончилось перекрытием трассы государственного значения. Что довело людей до автоблокады, выясняли наши корреспонденты. На этом отрезке трассы Киев-Черкасс и Харьков можно устраивать ралли по пересеченной местности. Большегрузы продавили в асфальте колеи глубиной по 30-40 сантиметров. Константину приходится ездить здесь каждый день. Говорит, после таких поездок минимум раз в месяц ремонтирует авто. Трасса проходит через райцентр Драбов. Сегодня с утра тут ажиотаж. Местные активисты и грузоперевозчики собрались на акцию протеста. Готовятся перекрывать дорогу перегруженным фуром. Дмитрий на телефоне показывает, как выглядит перегруженный зерновоз. Он сам дальнобойщик. Говорит, заказчики часто предлагают загрузить больше нормы. Но он отказывается принципиально. После переговоров с полицией участники акции договорились движение по трассе не перекрывать. Но останавливать подозрительные фуры для осмотра. Без автомобильных весов тоннаж можно проверить по накладным. Водитель этого зерновоза несколько часов отказывался их предоставлять. И неудивительно, ведь ехал с серьезным перегрузом. У Сергея Ткаченко тоже перегруз. 5 тонн. Прямо на месте ему выписали квитанцию на оплату штрафа в сотню евро. Водитель публично кается, дескать, осознает, что перегруженные машины добивают дороги. По контракту 5 тонн лишних надо было взять. Свыше 40. Я сам еду, у меня душа болит. Трасса мягкая по разбиванию. В Укртрансинспекции признаются, для качественного контроля за большегрузами на трассах должны быть установлены весовые комплексы. Но их не хватает. Да, они есть, но пока в недостатной количестве не хватает на всю область, на все дороги. Не хватает. Активисты пообещали останутся дежурить с инспекторами до тех пор, пока на этой трассе не установят весы. А если водители грузовиков будут уклоняться от проверок, готовы в любой момент перекрыть движение. Олег Решетняк, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область.